Добрый день на завтра. В студии Ирина Полякова. Здравствуйте, у меня информация прогностического центра Метео. И путешествия штормовой погоды по Дальнему Востоку. В субботу очередь Камчатки. Очень сильные дожди, почти ураганный ветер. На Курилах в субботу осадков заметно меньше. При этом при море Хабаровский край Сахалин пару дней перед приходом очередного циклона отдохнут от непогоды под солнцем. Хорошая солнечная погода и в Амурской области. Но в Забайкале уже новый циклон с дождями. Температуре разгуляться трудно. А в Иркутской области погода налаживается. И на юге Красноярского края неплохо. Температура растет, но западные дожди и грозы. На севере Омской и Томской областей сильный град возможен. И температура ближе к осеннему режиму. В Омске завтра не выше 17. А Урал почти весь. Открывается солнцу. Температура могла бы и расти, но северный ветер сопротивляется. Европейская территория России и нашу в целом очень горячую атмосферу немного всколыхнула и освежает полоса с облаками-осадками. После северо-западных областей через Архангельскую и Вологодскую область завтра она долетит до Чувашии и Татарстана. Но уже совсем с небольшими дождями. Но для северо-запада теперь ясное небо и сразу рост температуры. В центре же температура обратного хода почти и не давала. А к началу следующей недели она вырастет так, что окажется выше положенной градусов на 7. Ну а завтра пока 24-26. А за 30 в Черноземье. И средний Волг к таким показателям подключается. А юг идет к этим показателям с другой стороны. Там станет немного свежее. Там непогоды становится больше. Особенно сильные ливни, грозы, град на Кавказе. В Петербурге завтра заметно теплее, чем сегодня. Плюс 22-24. И днем уже почти без осадков. А в Москве завтра дождь скорее ограничится ночью. И максимум температуры днем плюс 24-26. А в воскресенье ждем под 30. И это будет уже как раз градусов на 7 выше положенного. Продолжение следует...